Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ и сейчас время бизнес-класса. Бизнес-класс в эфире Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Дарья Шихова и Екатерина Виноградова, сооснователи сети хостелов BM Hostel. Дарья и Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, собственно, тема, которую мы сегодня будем обсуждать в эфире бизнес-класса, как раз связана с хостелами. Они наступают, по крайней мере, мы так предположили, бизнес, который делают мои гости, на недорогом, но комфортном жилье. Видимо, и необходимость в этом жилье существует. Итак, еще раз я напомню вам, уважаемые радиослушатели, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, комментируйте все, что происходит в этой студии. Собственным мнением обязательно поделитесь, если найдете возможность и желание. Вопрос, девушки, у меня следующий. Только что до нашего эфира мы в студии, здесь же в студии, но в эфире другой программы под названием «Сухой остаток». Общались с главным экономистом Саксо-банка Стином Якобсоном. Он известный предсказатель. Вообще любите предсказания? Нет? Гадание на кофейной гуще. Интригует. Интригует не то слово. Если в пределах разумного, то почему нет? Дарья, я так всегда с сомнением на эту фразу реагирую, потому что в пределах разумного. А где они, эти пределы? У каждого, причем они наверняка будут разными, да? Да, само собой. Ну да ладно. Итак, мы обсуждали экономический прогноз. Ну, он говорил о ситуации экономической в мире и в России в том числе. Нам, наверное, ну вам, нам с вами, как гражданам России, больше интересно то, что происходит в России. На ваш взгляд, вот 2014 год, он каким будет с точки зрения экономического развития? Я сейчас не настаиваю, да, там, на упоминании каких-то макрономических параметров, рост валового продукта или, там, уровень инфляции. Ну, в принципе, вот вы как, тем более вы как бизнесвумен, да, извините уж, если можно так вас называть. Вы как люди, занимающиеся делом. Вообще, насколько вы так с оптимизмом смотрите в будущее, ну, хотя бы до конца года? Катя? Ну, в первую очередь, мы, конечно, рассматриваем с позиции гостиничного рынка, и только потом уже... Да, да. Ну, опять, взаимосвязи-то очевидные, понимаешь, гостиничный рынок, почему он будет расти? Потому что сюда захотят приехать люди. Зачем они, сюда, в Россию, я имею в виду, зачем они захотят сюда приехать? Потому что здесь есть чем заняться, или есть что посмотреть, есть что потратить. А почему это так? Потому что Россия, вот, экономически, условно говоря, стабильна. Мы всегда смотрим на показатели, и, по крайней мере, я предполагаю, что прирост туристов в России будет 8-10%. В 2014 году? Да, да, да. Ну, соответственно, мы рассчитываем получить свою аудиторию. Понятно. Вся Россия находится в ожидании старта Олимпиады. Все ждут ее предвкушения, когда 7 февраля уже будет открытие. Ну, это все-таки такое локальное мероприятие, хотя, конечно, достаточно серьезное. Ну, смотри, начнется Олимпиада, потом она закончится Олимпиада, и все разъедутся, и все. Будем только Мишку вспоминать этого. До свидания, наш ласковый Мишка. Основной большой поток, да, непосредственно на этот период приедет, но непосредственно в Сочи и другие города, точнее, Россия, будет привлекать других туристов, чтобы посетить места, как это было, и славы. Места было, и славы, да. Здесь я заработал бронзовую медаль, посмотрите. Хорошо, хорошо, спасибо вам за ваше мнение, ну, давайте вернемся к нашей заявленной нами теме. И я попрошу вас небольшой ликбез. Что такое хостел-то? Откуда это слово взялось, и по большому счету, что оно означает, Катя? Хостел. Ну, чтобы было понятно, большой аудитории, скорее, это будет общежитие. Пускай для них это будет общежитие. Это корректно, да, вот так вот перевести, хостел-общежитие? Мы, ну, именно наша компания, по крайней мере, старается уйти от этого слова и, в первую очередь, организовать атмосферу, которой нет ни в гостиницах, ни в общежитиях. То есть это не только комфортное, дешевое проживание, где совместные комнаты, совместные ванны, совместная кухня, но это такая, скажем, уже семья. То есть люди к нам приезжают, в основном, живут по полгода, по восемь месяцев. Те, кто к нам приезжают посуточно, не так много туристов. И поэтому общежитие, да, близко, но это атмосферное общежитие, то есть оно интересное, там свой интерьер, своя библиотека. Ну, вот мы об этом сейчас поговорим, как действительно, ну, обычное общежитие, причем все мы, наверное, знаем, что это такое, ну, по крайней мере, кто учился выше, чем на заведении. Я жил в общежитии в свое время, прекрасно понимаю эту атмосферу, да. Да, я хотела бы отметить, что неважно, как это назвать, общежитие или гостиница, это некое сообщество, некая атмосфера. То есть люди туда приезжают, грубо говоря, по интересам. И мы себя позиционируем именно так. БМ-хостел — это хостел для начинающих предпринимателей, для молодых активных людей, которые стремятся развиваться, как-то реализовать себя, и чтобы именно люди привлекали людей туда, чтобы это была атмосфера. — Я понял. Ну, это, по крайней мере, да, ваша точка зрения или ваше позиционирование. А, в принципе, если мы говорим, что хостел — это возможность просто остановиться, да, условно говоря, подешевле. — Да, подешевле, имея все необходимые удобства. В основном это в центре, то есть рядом с достопримечательностями. Ну, то есть вот эти лишние издержки, когда люди путешествуют сами, они не при помощи туроператоров, им комфортнее, конечно, остановиться в хостеле, чем платить, допустим, за гостиницу «Три звезды» такого советского типа, где, ну, как говорится, бабушка-стайл. — Бабушка-стайл? — Да. Ну, и сейчас модное словосочетание. Вот. Ну, многие предпочитают, конечно, остановиться в хостеле. — Ну, я предположу опять, да, поскольку хостел активно развивается, правильно, это хостелы наступают, мы его так назвали наш эфир, то налицо в России, по крайней мере, недостаток вот подобного уровня, да, гостиницы или... Вот. И в данном случае вы не чувствуете некой конкуренции, я так предположу, потому что не с кем, по сути, конкурировать. — Смотрите, в России ситуация следующая. Вообще лидеры мирового рынка — это Бразилия, Китай, ну, по количеству хостелов сейчас, в данном моменте. Россия, конечно, ну, действительно существенно отстает. — А, кстати, есть, извини, пожалуйста, Даш, есть логика в том, что лидерами мирового рынка хостелов — Бразилия и Китай. Ну, ничего плохого про них говорить я не буду, но, как минимум, и Бразилия, и Китай, и Россия, кстати, в том числе, относятся к развивающимся экономикам, и, видимо, спрос на пять звезд еще пока у них нет. А вот такое дешевое жилье есть в этом логике, Даш? — Нет, определенная логика, безусловно, есть в этом всем. Просто сравнивать Россию с Бразилией и Китаем, наверное, не знаю, правильно ли это или неправильно. — Ну, почему вот, как раз Катя говоришь о том, что лидеры — Бразилия и Китай. Почему? Потому что, ну, хорошо, Китай — там огромное количество населения. Может, по этой причине? — Во-первых, да, население, масштабы страны. Почему не в лидерах, допустим? Ну, Германия тоже, там, достаточно большое количество хостелов, но она меньше территориальной по численности. Мы уже ушли от сути вопроса. — Хорошо, давай вернемся к сути вопроса. — Мы начали говорить... — О конкуренции, да. — Да, о конкуренции в России. Сейчас появляется очень большое количество хостелов. Ну, низкий финансовый барьер, маленькие инвестиции, выглядит все внешне привлекательно, и, то есть, быстро открывается хостел и через три месяца закрывается, потому что они не оценили свои какие-то финансовые возможности, не оценили аренду, как они будут. Ну, то есть, один раз они ее оплатили и думают, ну, все, в следующий раз получится. Они не расценят, что это три месяца надо своих клиентов, ну, привлекать, получать, объяснять им, почему они должны остаться у них. И поэтому быстро, то есть, мы даже не все успеваем отследить всех хостелов, потому что они открыли, закрылись. То есть, надо смотреть, ну, хотя бы по прошествии полугода. То есть, когда уже стабильно есть, и мы видим, что, да, растут, ну, тогда интересно, где-то мы объединяемся, ну, у нас какие-то партнерские отношения. Кого-то, ну, никого мы не опасаемся, но за кем-то мы наблюдаем. То есть, мы смотрим, да, действительно интересно развиваются. — Екатерина, безусловно, все верно говорит, но единственное, опять-таки, нужно подразделять Россию и Москву. В Москве конкуренция... — Да, да, это нужно всегда делать, да? — В Москве конкуренция среди хостелов, ну, будем говорить, уже ощутимо. То есть, здесь люди, видимо, как-то активнее схватывают все эти новые европейские течения и так далее, понимают, что хостелы за ними, как бы, будет будущее. Это популярно, и чем раньше попадешь сюда, тем будет интереснее. — Ну, и тем больше кусок пирога, наверное, да, успеешь откусить. — Само собой, да. А если говорить про Россию в целом, то там немножко другая проблема. Там люди незнакомы с этим понятием. Что такое хостел, им непонятно. Им проще искать себе гостиницу, отель и так далее, но никак не хостел. — Вот, кстати, у нас сегодня с вами благородная еще задача, да, нашего эфира, потому что нас слушают, да, не только в Москве, а еще и по всей России. Мы с вами поэтому и должны объяснить. Случайно я с этого начал, что такое хостел, чтобы это слово не пугалось. Оно как-то выглядит не очень, может быть, да, благозвучно, но тем не менее ничего страшного в этом нет. Хорошо, сейчас мы прервемся. Спасибо, Даша, Катя. Послушаем новости и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему хостелов, утверждаем, что они наступают активно, это делают, и говорим о том, как построить бизнес на недорогом, но комфортном жилье. В студии у меня сегодня Дарья Шихова и Екатерина Виноградова, сооснователи сети хостелов БМ Хостел. И для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, также есть сайт компании финам.ФМ. Вы можете нам позвонить, написать, задать свои вопросы моим сегодняшним гостям. Ну, давайте продолжим разговор. Скоро, собственно, о течении вот от этого, я не знаю, это дан моде, может быть, или это экономическая необходимость. Кать, как давно в Россию пришли хостелы? Видите, в Россию, причем, Даша, да, надо говорить именно в Москву и в Питер, я так понимаю, еще до России-то они не дошли. До России-то они дошли, немножечко позже скажем. Первые хостелы появились в Питере, ну, то есть, насчитывают где-то порядка 15 лет уже существуют в России, то есть, ну, достаточно большой срок. В Питер родоначальник этого течения, там действительно большое количество хостелов, мне кажется, даже больше, чем у Москвы. Смотри, а хостел, он, в принципе, где? Вот вы что-то снимаете или просто, я опять подумал о чем? В Питере коммуналок, да, огромное количество, может быть, там люди берут коммуналку, переоборудуют каким-то образом, вот вам, пожалуйста, хостел. Тут такой момент, вот вы говорите, берут, кто-то, может быть, действительно покупает, берет. Ну, или в аренду берет. В основном, конечно, да, в аренду это комфортнее, то есть, уже... Ну, вложений меньше, конечно, инвестиции. Да, и вложений меньше, и уже это опробованная модель, то есть, видели, как это работает на ресторанном бизнесе, что все берется в аренду. Есть свои, конечно, там нюансы. Бывают издержки. Ну, бывают издержки, именно с собственником какие-то могут быть. Ну, каждого свои. Непонимания. Да, непонимания. А, ну, в основном, да, в аренду берут помещение, быстренько открываются. То есть, чтобы, ну, мы с Дарьей свой первый хостел открыли за неделю. То есть... А он где, кстати, был? Ну, имеется в виду, не адрес его, а, имеется в виду, это квартира была? Это квартира, да? В центре Москвы. Вот. Поэтому можно достаточно все быстро. Направление хостелов, это же, ну, некое малое предпринимательство, будем так говорить. И каждый предпринимательный, рассуждая, идет по пути наименьшего сопротивления. Ну, это логично. Проще всего, конечно, снять в аренду квартиру и там уже начать свой, грубо говоря, бизнес, свой хостел. Уже зарабатывать уже. Да, да. Самое главное, быстрее начать возвращать свои важные инвестиции. А, кстати, я вот что вспомнил. Три года назад я был в командировке в Санкт-Петербурге. И жил в гостинице, которая, собственно, ну, я уж не знаю, в аренду ее снимали или выкупили, не суть важна. Которая находилась в коммуналке в центре, да, недалеко, кстати, от московского вокзала. Вот, выглядела она таким образом, ну, я так понимаю, когда-то это была коммунальная квартира. Значит, дверь вот эта общая, ну, как в квартиру ты заходишь, справа некий рецепшн, похожий на то. Какая-то стоечка стоит, и тетенька с ключики выдает. И потом раз, два, три, четыре, пять. Комнатушек шестая переобрана в кухонку. Ну, так там, шведский стол, по крайней мере, мне так предлагают. У нас гостиница со шведским столом. Это вот есть хостел? Или это гостиница пять звезд? Четыре с половиной? Нет, это явно не пять звезд. Но если вы были один человек в комнате, и у вас был свой санузел в этой комнате, значит, это была все-таки гостиница. Был санузел. Да, вспоминаю, был свой санузел. Если санузел общий, то это скорее хостел. Вот, видите, теперь понятно, как отличить одно от другого. Ну, это минимальное отличие. Давай вернемся все-таки к развитию, да, что ли, этого направления. Итак, в Питере появились хостелы, а потом они распространяются по всей России, да? Так получается? Да, шагнули в Москву. Далее развитие, конечно, интенсивно шло в этих городах. Столичных. Да, в столичных. Но и в регионы, естественно, что города-миллионники, но в среднем уже три-пять хостелов вы можете там найти. Поменьше города, там порядка 500 тысяч населения, но один-два хостела. Есть, конечно, какие-то города, где особые экономические зоны, или есть предприятия, куда привозят работников. Мне кажется, отдельно Казань можно выделить. Там прошла все-таки универсиада, и они как-никак позиционируют себя третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому хостелов там достаточно много. Они широко представлены, хорошо развита эта сфера. Но они были, условно говоря, создавались как раз накануне универсиады, я правильно понимаю? Перед универсиадой был, безусловно, рост какой-то, но и до этого они там существовали уже. Ну, то есть мы говорим о том, что основанием для развития этого бизнеса является, а, количество населения в том или ином городе, правильно? Сначала ведь мы брали, вы говорите, да, сначала они появились в столичных городах, потом города-миллионники, потом 500 тысяч и так далее и тому подобное. Ну, смотрите, сначала, наверное, всё-таки по туристическому потоку смотрели. Почему в Санкт-Петербурге-то появился первый? Но учитывая, что, допустим, в городах Золотого Кольца есть тоже определённый поток туристов, но есть города, в которых их минимальное просто количество. И там уже, естественно... То есть они не нужны там, получается, эти самые... От аудитории всё зависит. Просто если есть аудитория, которая тоже сможет принять для себя эти хостелы, они ищут размещение в гостиницах, то почему бы там не открыть? Согласен. Вообще, я бы ещё отдельно учитывала экономический фактор развития городов. То есть куда... Наша аудитория, аудитория хостелов, это не только туристы, которые приезжают туда на ночь, грубо говоря, на две, на неделю. Именно люди, которые приезжают в этот город жить, работать, обосноваться, да. И если в городе создана ситуация, созданы рабочие места, привлекаются люди туда, поэтому и едут туда, из-за этой сферы более развитой. Ну вот мы сейчас делаем упор как раз на эту категорию людей, потому что всё-таки для туристов высокие барьеры в России. То есть это визовый режим, дорогостоящие перелёты, приток туристов. Да, есть у нас Россия идёт к тому, чтобы где-то... Ну, допустим, там, скорее сейчас сняли визовый режим. То есть идут определённые шаги, но всё равно это... Я бы не сказала, что это 50% хотя бы нашей аудитории. Это гораздо ниже. Поэтому мы сейчас, конечно, ориентируемся, да, на российский рынок в первую очередь, ну, внутри именно. То есть основными клиентами, да, основными клиентами вашими, собственно, хостелов являются, ну, условно говоря, бизнесмены, да, ну, имеется в виду люди, которые приехали работать, да, работать. Ну, да, сейчас урбанизация большая, да. Хорошо. Ну, а теперь давайте более детально поговорим. Катя, да, начала с того, что вот мы создаём свои хостелы, мы пытаемся некую атмосферу в них создать для того, чтобы это не просто было общежитие, место, где можно переночевать, да, чтобы люди туда тянулись, некая семья, ну, наверное, атмосфера семейственности, да, у них присутствовала. Ну, как этого можно добиться? Есть несколько способов, на самом деле, чтобы сделать это. Мы своей отличительной особенностью выделяем некую зону каворкинг. Каворкинг, по-русски, проще говоря, это некие рабочие места, рабочая зона. Это свободная комната, свободное пространство, оборудованное компьютерами, столами, чтобы люди могли прийти там, заняться своими делами, своими какими-то рабочими процессами, либо просто пообщаться там. И создавая, в хостеле создавая некую такую зону, мы уже привлекаем аудиторию. Грубо говоря, что там они могут поделиться идеями, обвиняться мнениями, что-то обсудить, что-то... Извини, пожалуйста, я вспомнил свою далёкую юность и говорил о том, что жил в общередии. Ну, или похожее какое-то мероприятие в советские времена называлось «Красным уголком». Вот я что-то, наверное, напомнил сейчас твой рассказ. У нас есть, да, ну, условно, общежитие, есть место, где переносить, и есть «Красный уголок». Там телевизор, там шашки, шахматы. Ну, сейчас это компьютеры, да, и так далее. Времена СССР мы не сильно застали. Я догадываюсь. Родились где-то в это время. Понятно. Ну, по крайней мере, перекликается как-то, да? Главное, что функционал тот же самый, просто... Более того, в этих свободных, грубо говоря, помещениях, комнатах, каворкингах можно проводить мастер-классы, обсуждение бизнес-кейсов, приглашать туда, ну, каких-то спикеров, гостей, чтобы собирать аудиторию, чтобы делиться мнениями. Поэтому это прям отдельное направление в хостелах. Хостел обязательно вот с этой зоной, да? С зоной каворкинга, да. Так, хорошо. Ну, это, опять-таки, в какой-то степени упрощает, может быть, жизнь людям, которые к вам поселились. Но атмосфера-то не создает. Создает. Создает? Создает. Ну, во-первых, у нас приходят ребята, которые создают свои стартапы. У них нет еще... То есть, либо они ищут инвестора, у них нет еще каких-то таких финансовых условий, чтобы приехать в пятизвездочную гостиницу. Они приезжают к нам и находят единомышленников. Вот надо ему, допустим, сделать сайт. Рядом программист. А в соседней комнате дизайнер. Они все собрались, все, запустили проект. У нас есть... Мне кажется, это случай просто такой. Нет, нет. В соседней комнате... Что ж, в каждом хостеле обязательно в одной комнате программист, во второй дизайнер? У нас достаточно много проектов, которые создались именно в хостелах. Есть даже международные. То есть, из Германии мальчик, мальчик из России. Они вдвоем запустили бизнес по продаже... А встретились в хостеле именно, да? Да-да-да, встретились в хостеле. Они сейчас... Кать, спасибо. Мы сейчас прервемся. У нас рубрика «Вне времени». Послушаем, потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжим эфир. «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в студии Дарья Шихова и Екатерина Виноградова, сооснователи сети хостелов BM Hostel. Ну и на тему бизнеса, связанных с хостелом, мы сегодня и говорим. Напомню, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании «Финам». «Финам.ФМ». Кать, продолжим. Итак, об атмосфере. Все-таки как же создать атмосферу? Действительно, наверное, это все-таки нелегко. Ну, нелегко. Кроме аудитории, то есть, которую мы привлекаем. Сейчас насчет аудитории сразу скажу, что у нас есть определенный фейс-контроль. Плюс у нас достаточно высокий чек по сравнению с остальными хостелами. И тем самым мы отсекаем аудиторию, на которой мы не хотели бы видеть людей, которые могут где-то выпить, где-то покурить. То есть, ну, таких мы точно не принимаем у себя. А, кстати, вот этот фильтр, он работает в основном из-за чека высокого? Потому что я думаю, что человек может иметь возможность оплатить, а потом поведет себя как-то асоциально. Во-первых, чек. Во-вторых, он попадает в атмосферу, уже созданную ребятами, вот этим начинающими стартаперами. И у него просто... Некомфортно ему, да, становится? Да, ему неинтересно с этим людьми, потому что у них свои увлечения, они увлечены тем, что они делают. Либо, ну, туристам почему-то именно комфортно. Вот тем, кто хочет погулять, именно повеселиться, не в очень хорошем... Понимании этого слова. Понимание этого слова, они сами как-то очень быстро снижают. Отсевываются, понятно. Вот. Ну, плюс проводятся различные мероприятия, они... Это и игровые, и кулинарные, и по бизнес-тематике. Это вы сами проводите, да? Я вот хотела дополнить, что в формировании некой нашей аудитории очень сильно помогают социальные сети. То есть есть, ну, в России больше всего разве, конечно, контакты, группа ВКонтакте и так далее. И выкладывая, грубо говоря, фотографии о том, как мы там живем, какие у нас приезжают гости, чем мы занимаемся, какие мероприятия у нас проходят. То есть, гости уже заранее могут посмотреть, что их там ждет. Во-первых, как выглядят наши помещения, каких людей они там встретят для себя. Уже на основании этого принять решение, как бы хотят они влиться в нашу тусовку или не хотят. Ну, вот это, кстати, очень важную тему ты сейчас подняла. Ну, давайте мы сразу и ее тоже обсудим. Каким образом, да, предложение ваше доходит до конечного пользователя? Вот социальные сети, как действительно, я с тобой согласен, один из самых, наверное, распространенных сейчас, да, способов рекламы и маркетинга. А помимо этого, что еще, Катя? Привлечение аудитории мы делим с Дашей на онлайн и оффлайн. Онлайн — это, соответственно, сайты, и все мы задействуем поисковые системы, рекламу, такую как… Привлечение клиентов — это наша любимая тема. Мы, наверное, можем говорить о ней бесконечно. Давайте, давайте, говорите. Это важно всегда. Ну, это не реклама, если мы скажем, что Яндекс Директ. Нет, конечно. Это, да, основные инструменты, которые все используют. Плюс это сервисы бронирования, вроде букинга. Кроме того, это различные доски объявлений, туристические порталы, рекламные какие-то небольшие заголовки. Реклама на радио. Реклама, конечно. Которой мы сейчас занимаемся, да? Нет, нет, в хорошем смысле слова. Нет, я хотел уточнить вот что. Все, ты сейчас через запятую перечисляешь, да, список можно продолжить. Но, но, вот подобное, подобное отношение к рекламным источникам — это просто как освоение бюджета рекламного? Или все-таки вы просчитываете результат того или иного? Просчитываем. У нас гигантские таблицы с просчетами, где мы фиксируем просто каждый человек, который к нам попадает. Мы знаем, откуда он к нам пришел, как он нас нашел. Дальше мы узнаем его мнение, становится ли он нашим возвратным клиентом, то, что мы замеряем статистику, то есть это еженедельный, ежемесячный, кропотливый труд, чтобы вот этот, как вы говорите, ну, рекламный бюджет, он не тратился впустую. То есть один месяц реклама какая-то сработала, хорошо, мы прибавляем обороты. Если она не сработала, ну, естественно, мы отказываемся от этого варианта. Ну, это все достаточно длительный процесс. Ну, да, то есть сразу, наверное, да, сомнительно реагировать, да, работает, не работает. Мы протестировали, наверное, больше 50 источников привлечения трафика. Конечно, из них выделили для себя там топ-3, топ-5, которыми мы пользуемся целенаправленно. Ну, давай топ-5, вот, прежде всего, социальные сети, да, насколько я считаю? Прежде всего, сайт, будем так говорить. А, сайт прежде всего. Да, есть. Сочнее, даже не сайт, это у нас лендинг, некая страница, где представлены самая главная информация, то есть фотография, наши фотографии, наши цены, отзывы наших гостей, ну и как к нам добраться. Более того, на сайте нашем можно сразу увидеть 3D-тур, то есть некая экскурсия, некое путешествие уже по наших комнатам, да. Сайт, первый источник. Дальше социальные сети, как правильно сказали. В России все-таки это, ну, контакт. После этого это специализированные сервисы бронирования, букинг, островок и так далее. Все, что привлекает иностранных туристов, грубо говоря, к нам сюда. Вот это, безусловно, топ-3. Это есть у каждого хостела, это набор минимум, который должен быть обязательно. И, собственно, отслеживаете вы, да, что называется, конечный результат, да, подсчитывая количество... Можно посчитать эффективность рекламы, стоимость клиента, на кого, на привлечение какой аудитории, сколько мы потратили. Это все есть, я правда не знаю, насколько это интересно слушать или будет. Хорошо, хорошо. Вернемся тогда к созданию атмосферы. Создание атмосферы. Мне понравилась эта тема, Катя. А что еще может на атмосферу эту повлиять? Про мероприятия мы сказали. Ну, мероприятия у нас и образовательные, и развлекательные, и образовательные. Вплоть до того, что у нас в хостелах, это в Тюмени, в Москве регулярные, ну, еженедельные занятия английского языка. Да, где приходят либо носители языка, либо преподаватели русскоязычные, и занимаются с ребятами. Хостелы, ну, это дополнительная услуга, то есть дополнительный заработок для хостела. Ну, атмосферу создают сами ребята которых. Мы уже сделали тот порог, который проходит определенная аудитория, и они сами создают атмосферу, они сами объединяются. Я с удовольствием прихожу в хостел в Москве, с ними иногда ужинаю, периодически общаюсь, мне очень интересно. Я всегда думаю, вот бы мне сейчас остаться еще здесь, на ночном, не утром. Я уже не могу, да, у меня другой социальный статус, нет? Нет, нет, не в этом дело. У нас есть ребята, по крайней мере, в Москву приезжали ребята, у которых доход 200-300 тысяч рублей. Они, конечно, говорят, что ночевать они бы хотели, наверное, но все-таки одни или где-то, ну, принять душ, чтобы один был для них. Но именно атмосфера, сама тусовка, им интересно здесь общаться. И более того, те, кто уезжают от нас, они всегда хотят вернуться, они потом в социальных сетях, в комментариях везде пишут, ой, как мы хотим к вам обратно, когда мы приедем в ваш город, мы обязательно остановимся у вас, все было так здорово, так круто, спасибо, мы будем вас рекомендовать и так далее. Кстати, это прям, это отдельный источник привлечения клиентов по рекомендации. Когда человек получил хороший сервис, мы превзошли его ожидания, он всегда о нас расскажет своим друзьям, товарищам и так далее. Мне нравится, что вы темы атмосферы затроем, потому что это, в принципе, ключевое отличие от гостиницы. Так, вот как раз хорошая тема, отличие, да, от гостиницы. Каждый пришел в свой номер, закрылся, получил свой ужин, ну, кто-то в доме, кто-то... Залез в интернет или открыл книжку и ушел в свои мысли, грубо говоря. И учил телевизор. Соло-проживание. Здесь же, ну, такого просто не получится физически. Конечно, людям-интровертам, возможно, тяжелее в хостеле, потому что, ну, хочется уединиться. А, кстати, вот людям-интровертам, бедолагам, им хочется уединиться, у них вообще такой возможности нет? Или есть специальные комнаты опять-таки? Нет, специально есть вообще в Москве слип-боксы, я не знаю, вы, наверное, слышали, да, о таком? Ну, термин, по крайней мере, слышал, что это такое, я не представляю. Слип-бокс — это отдельная камера, капсула, где человек, ну, ночует в ней. Но, к сожалению, вот в Москве она не прижилась. Ну, это всего существует один, одна гостиница, я не знаю, как они, насколько они... Успешные. Да, успешно развиваются, но они существуют, человек там действительно может жить один, ночевать. Но, судя по тому, что они не развиваются, ну, быстрее... Я понимаю, что русская душа, да, ему надо пообщаться, а поговорить? Чаепитие, разговоры, обсуждение, как это у кого что было, какие проблемы. Конечно, русскому человеку хочется пообщаться. Вот, кстати, опять в сравнении, да, хорошую сейчас тему мы вновь коснулись, сравнение. Действительно ли то, что приживается здесь, вот даже если говорить о слим-капсулах, так это звучит? Слип-бокс, да, все правильно. Вот, почему они здесь... Это основывается на неком отличии ментальном, что ли, да, россиянина от иностранца. Катя? Ну, один из пунктов. Надо еще просто здесь затрагивать, что это все-таки дорого. А-а-а. Дороже, да, чем... Ну, конечно, дороже, чем двухъярусная кровать. Это совершенно другие затраты. Затраты. Но слип-боксы зато, я уверена, приживутся, это аэропорт, то есть там ты хостел, ну, внутри, на территории, я думаю, не так комфортно людям, потому что у нас живут по полгода, они друг друга знают, и они ни за что не переживают. Кто-то новый приходит, все знакомятся, ну, что такая семья своеобразная. А там, конечно, кто на час, на два, слип-бокс комфортнее снять, одному там поспать, пока ты ждешь вылет. Это принципиальное отличие, что слип-бокс — это более узкая сфера, грубо говоря, если перевести это на русский язык, это, ну, коробка или место для того, чтобы поспать. Грубо говоря, у тебя есть там два-три часа в аэропорту или где-то, и ты можешь пойти туда и поспать. Но комфортно жить, разместиться там, ну, просто неудобно. Ну, и, собственно, не стоит такая задача, да, чтобы в этом слип-боксе еще можно было почувствовать себя как в гостинице. Ну, так об отличиях, об отличиях, давай еще раз сказать. Хостел от гостиницы. Вот атмосфера, я так понимаю, ключевая отличие, ну, по крайней мере, то, о которой говорите вы. — Атмосфера, соотношение качества и стоимости услуги. — Так, давай, это важно. — В России вообще дефицит трехзвездочных гостиниц, ну, то есть более-менее бюджетных мест. Те, что есть сейчас, это построенные там в 80-х годах, то есть у них уже есть определенный износ, там нет никаких обновлений, но гостиница не тратится на то, что... Ну, меняют, конечно, постельные принадлежности, но для того, чтобы сменить мебель или шкаф, у котором там дверца уже скрипит, держится просто на последней петле и ждет последнего посетителя, ну, не всем комфортно жить в таких гостиницах. — Просто те, кто еще не знают о хостелах, они едут туда по привычке, потому что родители ездили, они едут туда, то есть... — Нет, я подумал, хорошо, а в хостеле, значит, шкаф новый, да, и дверцы нормальные, или там нет вообще шкафа? — Нет, во-первых, сам ремонт в хостеле, ну, по крайней мере, в наших хостелах это стабильно евроремонт, то есть это качественная сантехника, качественная мебель, ну, все это... — Не обязательно дорогая причем, да? Не обязательно дорогая. — У нас функциональный, современно выглядящий интерьер. То есть стиль модерна практически везде выдержан. Конечно, комфортно прийти в такое красивое помещение, тебе самому приятно в нем находиться. И цена при этом, ну, по крайней мере, в Москве средний ценник — это 500 рублей за ночь, а стоимость такой гостиницы — 2500 за ночь. — Ну, это существенная разница. — Да, естественно, разница существенная. — И те, кто любит скрип шкафов, вот, ностальгируют... — Те, кто любит быть один в комнате, да, ну, или там по статусу, если, допустим, ну, мужчина 35 лет, семейный, ему может быть некомфортно приехать в хостел. — С юношами в одной комнате. — Ну, там у нас есть микс комнаты. — Здесь сразу оговориться стоит, что и в наших хостелах есть двухместные номера. Грубо говоря, это те же самые гостиничные номера, просто удобство, там, санузел, туалет, ванная — это будет общее для всех. То есть единственное отличие. Если это семейная пара, либо, ну, просто молодая пара, да, пожалуйста, вот двухместный номер, там, двуспальная кровать полностью, ты оборудованный, там, шкафчик, столик и так далее, чтобы было комфортно. — Ну, тем не менее, смотри, я хотел подчеркнуть, что разница ощутимая в цене, как минимум. — В цене, да, очень ощутимая. — Пять и две пятьсот в пять раз — это, собственно, повод для того, чтобы принять решение в пользу хостела. — Ну, в принципе, хостелы поэтому и появились, бэкпекеры, ну, так называемые люди, которые путешествуют с одним рюкзаком, — Они не могли себе позволить гостиницу, они селились в хостеле. — Так, еще раз прервемся, послушаем с интересом новости на Финам.ФМ, потом продолжим. — Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. Сталось у нас не так много времени, поэтому я вам сообщу телефон студии, по которому вы можете задать вопрос моим сегодняшним гостям 6510-99,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. — И напомню, что в гостях сегодня Дарья Шихова и Екатерина Виноградова, сооснователи сети хостелов БМ-хостел. И вопрос от меня, если не возражаете, уважаемые слушатели, поделитесь своим опытом. Может, кто-то останавливался в хостеле, насколько целесообразно вообще считаете? У кого, да, за кем будущее? За хостелами или все-таки за трехзвездочной гостиницей, которые тоже, в принципе, периодически там где-то в Москве возникают. Ну и давайте продолжим эфир уже с точки зрения некой бизнеса, его составляющей. Катя, расскажи, насколько сложно вообще гостиницу, хостел, прости, пожалуйста, открыть. А вот что для этого нужно? — Ну, почему хостел открывается быстрее, чем гостиница? Ну, больше рост. Это низкий финансовый барьер, маленькие инвестиции, скорость открытия в нашем сдаше случае снижена до недели. Кто-то может и год, конечно, открываться, зависит от самого человека. — Подождите, первый хостел вы дольше открывали? — Неделю. — Неделю? — Да. Ну, то есть мы решили, что мы открываем, мы сели, быстро просмотрели рынок, просчитали. Но у нас, конечно, был опыт определенный. — Нет, неделя — это, конечно, немножко утрированные показатели. Это просто мы с Катей, наверное, такие реактивные получились. И все так удачно и хорошо сложилось. В целом, при хорошей подготовке, грубо говоря, хостел можно открыть реально за месяц. То есть 3-4 недели на старт своего собственного дела, своей мини-гостинице, мне кажется, это совершенно разумные сроки. — Ну, очень хотелось бы узнать, что за этот месяц вы сделали, а вы в вашем случае за неделю. Единственное, что мне, я услышал, Катя говорит, у нас уже был опыт. Опыт чего? Вы каким-то бизнесом до этого занимались? — Опыт ведения бизнеса. Это не гостиничный бизнес, но у меня это опыт ведения онлайн-бизнеса. У Даши это продажа продукции, оптовой продукции. — То есть вы встретились, да, когда вы до этого были знакомы, я так понимаю? — Да, мы познакомились благодаря проекту «Бизнес молодость», где проходила Даша Коучинг 3 года назад. — Знакомый мне проект, и, собственно, его основатели здесь тоже были, я думаю, вы помните об этом. Я к чему, собственно, веду, вы встретились уже как, ну, деловые люди, что называется, да? То есть я представляю, что встретились с две девушки и говорят, ой, давай-ка мы с тобой чего-нибудь вот придумаем. — Вот примерно это так и было. — Серьезно? Да ладно. — Так, расскажите поподробнее. — Встретились две девушки просто поговорить, поболтать, обсудить последние новости, ну, вроде, чем занимаешься, чем ты занимаешься. В итоге начали перебирать в голове всякие идеи о том, что давай что-нибудь совместное вроде сделаем, интересно было бы. Но изначально мы собирались открыть салон красоты. — Ну, это нормально. — Две девочки. — Не удивился я, конечно. — Нет, мы серьезно прорабатывали эту идею, мы продумывали, просчитывали. И прошло месяц, наверное, полтора безрезультатно. Решили, что нет, надо отойти от этого. И как-то не знаю. — А почему, кстати, от этого вы отошли? Что-то там с бизнес-планом не клеивали, что ли? — Да, финансовые показатели нас никак не устраивали. Что нужно слишком много вложить, много всего сделать. — Много ждать, пока начнет отбиваться. — Да, очень длительный процесс. — Поэтому примерно по такой же модели, но немножко проще и быстрее. У нас вот родилась открыть свой первый хостел. Это было... Пробуем? Да, пробуем. Так вот и получилось. И с момента принятия решения пошла уже активная работа по поиску помещения, по подбору этого помещения. Съездили, посмотрели несколько, утвердили, и была не была Рина Людьбой. — Молодцы. Ну, та самая вот эта волшебная неделя, да? — Да. — Ну, а в принципе, если мы не будем уж так... Нехорошая фраза, не будем так хорошо думать, да, наших слушателей. Ну, предположим, что, да, подавляющее большинство несколько более медлительный, чем вы. — Ну, есть, да, люди, которым нужно подойти очень обстоятельно. То есть сделать себе бизнес-план, всё просчитать. Мы с Дашей это делали уже, ну, можно сказать, на ходу. Сейчас у нас, конечно, уже есть это всё готовые расчёты окупаемости от и до. То есть мы только вставляем, подставляем необходимые цифры, как в регионах мы проверяем. Всё, мы уже точно знаем, где, как и что. Потому что свои ошибки мы уже, ну, там, видели, мы их прошли, мы их исправили. — А в регионах проверяем, то есть вы уже открываетесь в регионах, да? — Да, мы открыты в Ярославле, в Тюмени, в Краснодаре, ну, в Санкт-Петербург. — Хороший регион. — Да, хороший регион. — Мы сейчас развиваемся как раз-таки по франшизе. То есть раз мы сами уже получили для себя этот опыт, мы знаем, как всё это происходит на практике, можем это сформулировать, упаковать и поделиться с этим, с нашими партнёрами в регионах. — Даша подбросила мне хорошую тему. Мы развиваемся по франшизе, говорит она, и я сразу вспомнил. Атмосфера, атмосфера. Главное, что для вас, ваших хостелах, это атмосфера. Ну, как франшизёры можно объяснить атмосферу. — Отлично. У нас люди такие же начинающие предприниматели, они знают, кого они хотят там себя видеть. Кроме того, у нас есть определённые требования к помещению. — Это я соглашусь, определённые требования к помещению, какие технические вещи, их можно, так сказать, расписать. — Нет, не в технических вещах дело. А вот именно даже помещение создаёт атмосферу, когда на уровне тех хостелов или гостиниц, которые открыты в регионах, это советский стиль, опять же, тот же самый. И у нас с евроремонтом современные помещения, всё, уже, то есть туда определённая аудитория уже идёт. — Понятно. То есть исключаете, сразу исключаете подобные вещи. — Да, да, да. — Я понял. Так, вернёмся, вернёмся к бизнес-проекту, собственно, непосредственно. — Ну, хорошо, поговорили мы, да, то, что вот всё необходимое, чтобы начать этот бизнес, вы сделали за неделю, ну, обычный человек, обычный, да, не такой шустрый какой, делает за месяц. — Кто-то начинает. В первую очередь мы считаем, что… — Давай, Катя, пошаговый план. — Нет, не пошаговый, просто два момента. Помещение и реклама. Кто-то начинает с поиска помещения, находит и в трубу улетает, потому что не думает, ну, о рекламе уже потом, на третий месяц. — Ну, да. То есть помещение простаивает, да, деньги тратишь, а никого нет. — Хорошо, если есть запас волшебный золотой горшочек, да, где постоянно можно пополнять свои запасы. Но если такого нет, сначала с рекламы надо начинать. — Всё-таки с рекламы. — Да. — Хорошо. А противоположная история, Даш, вот я рекламу дал, и уже народ начал звонить, говорит, давай, куда селиться, где селиться. — Ничего страшного. — Это самое хорошее, что может быть в этой сфере. — Вы звоните в другой хостел и говорите, у меня есть клиенты, 10% мне отдавайте, и вы получите клиентов. И у вас ещё не имея хостела, вы уже получаете свои деньги. — А потом я подумал, а зачем мне этот хостел? Я буду за 10% просто... — Нет, почему? Сразу происходят такие мистические вещи, когда ты понимаешь, что у тебя есть толпа людей, которые хотят уже жить у тебя, у тебя сразу находится помещение, сразу находятся деньги на его аренду, сразу всё самое начинает складываться. Ну, я не знаю, это правда какая-то мистика происходит, когда человек идёт именно по такой модели. — По правильной тогда, надо говорить, да? По правильной. — По эффективной. — По эффективной, хорошо. — Потому что когда сначала выбрал помещение, он его два месяца выбирал, а потом ещё два месяца учится, где бы найти этих людей, которые к нему приедут. Человек просто полгода отдаёт свою энергию туда, и потом ему уже ничего не надо, он так устал от этого всего, такой замученный. — Ну вот уже понятно, по какой схеме в окраине двигаться. Так, дальше. — Свой первый секрет мы раскрыли уже. — Да, наш главный секрет. — Ну, мы его уже запатентировали, я думаю, поэтому ничего страшного. — Ну, пути. Ну, дальше всё стандартно. Покупка мебели, персонал. Персонал — это отдельная тема, потому что с чем сталкиваются современные те же кофейни, потому что маленькие зарплаты, а качество обслуживания, которое они должны предлагать, должно быть высокое. То есть вот этот линейный персонал, ну, тоже сложный достаточно пласт. Мы с Дашей свой подход сейчас разрабатываем здесь, не будем раскрывать. — Не будем, да. — То есть это, да, отдельная тема. С персоналом, конечно, да, придётся постараться, чтобы найти подходящих к нам повезло. — А сами, кстати, вы, начиная, по крайней мере, когда первый хостел открывали, сами не работали в качестве линейного персонала? Знаете, бывает так, ресторанчик открываешь, и владелец на кухне посуду моет, супружница его стоит. — Безусловно, это было. — Это было, да. — И я, и Катерина, и на звонки мы отвечали, и людей мы встречали. Особенно первый раз, когда ждёшь своих первых гостей, ты просто ходишь там, не знаю, как дома хозяйка, прибираешься везде, но сейчас-сейчас они придут. — Что вам предложить? — В ожидании, когда же они приедут, ведь ты столько сделал для них уже. Поэтому на первых этапах, нет, безусловно, вообще это нужно обязательно пройти, чтобы самому разбираться в том, что ты делаешь, и где какие подводные камни могут быть. Но самое главное — вовремя остановиться, нанять вовремя нужных администраторов тебе и переложить все обязанности на них. — Но нанять нужных, как раз, видишь, Катя говорит, не так легко. Вы их обучаете в какой-то момент, да, или готовые на рынке всё-таки они находятся? — Сложно. Даже если находятся готовы, всё равно приходится переобучать, потому что у нас своя концепция в хостеле. Надо объяснить, кого можно пригласить, кого нет, потому что мы отказываем гостям, но бывает и такое. То есть должны понимать, как общаться. — Я понял. Хорошо, девушки, смотрите, у нас осталось 30 секунд буквально, да, поэтому резюмируя весь наш эфир, ну, некие, так сказать, ожидания будущего, насколько бизнес всё-таки этот будет развиваться. Катя Давыдовна. — Сейчас очень высокие темпы роста, но будет потолок, я думаю, через пару лет он будет, потому что сейчас уже рост предложения превышает спрос. Но можно успеть эти два года обосноваться, и получается, аудитория ещё лет 5-10 спокойно. — Понятно, занять свою нишу, да? — Да. Бизнес развивается, предприниматели понимают, что этим нужно заниматься. Самое главное, чтобы клиенты за нами успевали, чтобы они понимали, что хостелы — это круто, модно, молодёжно, что это, ну, на самом деле, очень интересная и продвинутая сфера. Они выбирали для себя советские гостиницы и так далее. — Согласен. — Чтобы они так же широко смотрели на мир, как и мы. — Спасибо огромное. Спасибо, Дарья Шихова, Екатерина Виноградова. Сегодня в студии сухого, простите, бизнес-класса по традиции. Спасибо, уважаемые гости, спасибо за внимание, всего хорошего. Успехов в бизнесе.